В конце мая студенты МИДРА побывали на интенсивном профессиональном практикуме в Израиле. Это стало возможным благодаря сотрудничеству ВУЗа с посольством Израиля в России, которое вылилось в пилотный образовательный проект. Целую неделю восемь представителей факультетов журналистики и режиссуры МИДРА снимали видео, посещали мастер-классы, записывали интервью, набирались впечатлений и пропитывались атмосферой страны, которую часто называют колыбелью цивилизации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шикарное ощущение, отличная локация, по профессии говорю. Однозначно приедут с нас снимать. Это очень круто. На самом деле в Израиле все очень интересно. Здесь невероятная природа. Здесь можно проехать пару километров, ты оказываешься из пустыни, в лесу, из города. Где угодно можно оказаться, встретить можно любых людей, любой национальности, любого вероисповедания. В первый же день своего пребывания в Израиле студенты отправились знакомиться с коллегами-телевизионщиками на 9 канал. Это единственный израильский телевизионный ресурс, который осуществляет вещание на русском языке. Экскурсия по студиям, знакомство с журналистами, а также мастер-класс, шеф-редактор отдела новостей Леонида Канфера, гостей из Митра, встретили радушно. Отметим, что сотрудники израильского телеканала оказали большую помощь нашим студентам в подготовке сюжетов. На протяжении всех съемочных дней представители этого медиаресурса сопровождали их в поездке по стране. В рамках поездки представители Митра подписали договор о сотрудничестве с Ириэльским университетом. На сегодняшний день это один из ведущих израильских центров подготовки специалистов в области нанотехнологий. При ВУЗе действует медиашкола. Студенты смогли поработать в учебной, телевизионной и радиостудиях и поближе познакомиться с израильской журналистикой. Я хотел бы, чтобы из этого получилось сотрудничество как научное, так и в педагогическом плане. И обмен студентами, которые могли бы на первом этапе познакомиться с программами нашими, наши с программами темы, а потом, может быть, говорить уже на более позднем этапе о какой-то совместной подготовке или частичной совместной подготовке. Итогом семидневной поездки стали четыре совершенно разных творческих работы, которые рассказывают о различных сторонах жизни израильтян. Предметом исследования начинающих журналистов стали армия Израиля, этнические меньшинства, жизнь бедуинов и дороги страны. Никита Мамонов и Кристина Крылова два дня провели в израильской армии. Так родилась творческая работа под названием «Израиль. Щит и меч». Мы сделали достаточно интересный материал, я бы сказал, даже хороший, потому что люди, которые ждали нас здесь, очень хорошо подготовились к нашему приезду. Наша задача была приехать и все очень хорошо снять. Мне хотелось продемонстрировать патриотизм израильских солдат, солдаток. Так что мы ездили к ним, снимали сюжет о них. Именно о солдатах, которые имеют другое гражданство, но они евреи по национальности, приезжают в Израиль, чтобы отслужить свои три года и вернуться на родину. Конечно же, мы получили массу положительных эмоций. Я буквально был там, когда обычные люди просто не попадают. Это, представляете, военный полигон, где идут учения. Конечно же, все это снимать было безумно интересно, и ролик должен получиться очень динамичным. Красивым, а главным, отражающим суть израильской армии. Собственно, это и была изначальная задача. Иван Степанов и Евгений Карелинов попытались сходу сориентироваться в трех разных израильских городах. Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. И сняли видеоролик о транспортной инфраструктуре Израиля. Мы вдохновлялись, наверное, передать меня о путешествиях в основном. И нам хотелось, чтобы вот именно какой-то... Передать этот драйв, наверное, в атмосферу. Ну да, путешествие. Путешествие, новая страна. Новые какие-то чувства, открытия. То есть, когда ты выпадаешь в какой-то город, ты не знаешь местного языка, и как-то тебе приходится, ну, можно даже сказать, выживать. Впечатление сильное, когда ты сам себе предоставлен. Мы так настроились уже в Москве, что это скорее не туристическая какая-то поездка, а все-таки попытка, ну, профессиональное какого-то освоения работы. Это как командировку даже рассматривали. Изначальный план, да, который мы по дням расписывали, он был рассчитан на то, что у нас все дни там будут съемочные. Да, что мы будем прям... То есть, у нас не будет свободных дней, но получилось так, что вот вчера мы отдохнули, сегодня нам за два дня придется проработать. Мария Польская и Дарья Крахмалева сняли творческую работу об этнических меньшинствах Израиля – друзах, бедуинах и черкесах. В своем видеоролике они сделали акцент на том, что люди разных национальностей в Израиле терпимы друг к другу и, что важно, имеют возможность сохранить свою самобытность и традиции. Мы ехали сюда в надежде снять прекрасный сюжет про национальное меньшинство Израиля. Поскольку их здесь довольно-таки много и процесс сосуществования здесь осуществляется не очень просто, нам хотелось показать то, как это все-таки получается, как пересекаются традиции, как они совпадают, как люди между собой общаются. Здесь как бы много национальная страна, и Россия много национальная страна, то есть очень много параллелей, которые как бы Израиль объединяет с Россией. Но есть моменты, как, например, мы делаем акцент на том, что люди разных национальностей, здесь меньшинств, они очень, не то что лояльно к другу относятся, они уживаются и они живут в мире согласия. В основном мы делаем акцент на самобытности, на какой-то традиции, на какие-то обычные, на том, что, грубо говоря, в стране большой, они могут сохранять свой какой-то дух, именно свое. То есть не подчиняясь там Западу, Вене, каким-то новым, моде, они живут своей жизнью и передают ее из поколения в поколение. Мне кажется, это замечательно. Подготовка еще одного сюжета началась в Иерусалимском университете, который является крупнейшим научным и учебным центром Израиля. Преподаватели этого вуза помогли студентам Митро подготовиться к съемкам. Сейчас в институте мы занимаемся тем, что мы разрабатываем нашу тему. Мы снимаем о пустыне и бедуинах. И сейчас нам устроили встречу с несколькими преподавателями, с помощью которых мы с ними обсудим нашу тему и ее, скажем так, подредактируем, сделаем ее более живой, более интересной, чтобы гораздо точнее и правильнее сделать то, же, чем мы с вами приехали. А завтра мы поедем прямиком в пустыню и начнем активную деятельность. Никита Ордынский и Анастасия Машкина подготовили репортаж о жизни бедуинов в израильской пустыне. Студенты старались сделать лаконичный и в то же время познавательный видеоролик и выделили семь самых интересных фактов о бедуинах. Мы поехали в пустыню, и нас повозили по реальной пустыне, в которой мы не были до этого. То есть горы, песок и ничего больше, палящее солнце. И такое было чувство, как будто ты стоишь в пустыне три географической карты, и вокруг тебя вот так вот все горы. Это, конечно, незабываемо после различных городских пейзажей. Вот такая пустота, тишина, и где-то на заднем плане ходят верблюды, и кажется, что вообще нет никого в этом мире. Наш ролик будет необычен и интересен тем, что мы хотим уйти от такого, от прямого репортажного стиля. То есть у нас не будет ни стендапов, ни закадрового текста, скорее всего. Мы хотим сделать такой интересный, доступный широкому кругу людей ролик, на который можно наткнуться в интернете и посмотреть добровольно. Который бы завлекал с первых кадров и рассказывал краткую выдержку интересной информации о бедуинах и о их среде обитаниях. Все участники группы сошлись во мнении, что поездка в Израиль – одна из самых интересных в их жизни. Удалось поработать, отдохнуть и методом проб и ошибок получить бесценный опыт, который обязательно пригодится им в будущем. Конечно же, я хотел бы сюда еще вернуться, и не раз, поскольку многое еще осталось неохваченным, многое еще я хотел бы посмотреть, узнать. Весь этот город, он хранит в себе просто величайшую историю, которую можно слушать просто бесконечно. Вне зависимости тоже от того, что мы журналисты или режиссеры, то, сколько всего мы узнали здесь, и то, что мы увидели, что нам рассказывали, и какие люди нам об этом рассказывали. Это великолепно, и пусть у нас будет миллион таких практик, я с удовольствием объезжу весь мир, и в Израиль я бы вернулась еще раз с огромным удовольствием. Я не знаю, Вань, как ты, но я точно сюда приеду еще раз. Ну, это действительно уникальная возможность, что нас сюда отправили все вместе, мы еще больше сдружились, все сплотились, и не только вместе работаем, но и отдыхаем. Ну, если честно, это вообще одна из лучших поездок в моей жизни. Следующий этап сотрудничества Митро с посольством Израиля в России – приезд студентов из Израиля в Москву, который состоится уже в новом учебном году. Между тем, зрители и представители посольства выбирают лучшее видео. Голосование уже началось. Оно проходит в группах Митро в социальных сетях. Торопитесь, у вас еще есть шанс отдать свой голос за лучшую творческую работу об Израиле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...